Раннее субботнее утро все эти люди решили встретить не в теплых кроватях, а на улице. Конкретно в поселке Горки-10. Именно здесь власти сельского поселения Успенская организовали торжественное открытие лыжного сезона 2016. Порядка 15 человек у нас зарегистрировалось. Вот наши самые юные участники, возраст которых 6-7 лет. И я тоже буду принимать участие, мне 51 год, так что я побегу, наверное, в самой старшей возрастной группе. Строение замечательное, привезли спортсменов на соревнования. А каждый год приезжаете? Мы молодые спортсмены, только начали в этом году заниматься. В соревнованиях приняли участие люди разного возраста. Самым юным едва исполнилось 5, старшему же спортсмену уже перевалило за 70. Уровень лыжников также существенно разнился, но это никому не мешало. Бежали не ради наград, а для удовольствия. Я новичок, и мне будет не стыдно, потому что я только первый год занимаюсь. А все тут где-то, наверное, по 3-4 года, и мне будет не стыдно прийти последним. Хорошо, нормальное, лыжное настроение. А какие места ожидаете сегодня занять? Первое. Настроение отличное, погода, правда, немножко подкачала, но все равно хорошо. Болею за сына. Мы из Ломоносовской школы номер 5. Пригласили нас участвовать в соревнованиях, мы согласились, очень интересно. Даже не ожидали, что такая организация будет. Жители Успенки всегда отличались любовью к лыжному спорту. Подобные старты начались еще в советские годы. Люди собирались самостоятельно и без помощи со стороны прокладывали лыжню. Пять лет назад власти обратили внимание на местную традицию и предложили помощь. У людей я видел ностальгию, и администрация понимала четко, что людям нужен этот праздник. И только стоило нам объявить еще лет пять назад люди с великим удовольствием. Несмотря на разницу в уровне подготовки, экипировка многих спортсменов поразила даже профессионалов. Причем речь идет не только о взрослых, но и совсем еще юных участниках. У меня не было такой экипировки сумасшедшей. Я смотрю, дети вообще практически по последнему слову времени экипированные. Но я думаю, что это и правильно. Время идет вперед абсолютно. Им приятнее даже держать эти палки на этих скользящих лыжах. Поэтому я только все это приветствую. Плюсовая температура и дожди несколько подпортили лыжню. Однако организаторы решили не переносить старты и не прогадали. Участники показали прекрасные результаты и получили удовольствие от активно проведенного выходного дня.